Рука помощи на глубине. Рука помощи на глубине спасателей совершенствует профессиональное мастерство. В прибрежных водах Камчатки прошло учение по оказанию помощи условно-аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, с помощью глубоководного спасательного аппарата АС-30. В нем приняли участие три судна соединения спасателей войск и сил на северо-востоке, в том числе носитель батискафа Георгий Казьмин, а также около ста человек личного состава. Огромное черное прорезиненное тело подводной лодки плавно опускается на дно, поднимая мутное облако из ила. Некоторое время спустя от субмарины отделяется аварийно-сигнальный бой, снабженный маячками и средствами связи с аварийным объектом, и устремляется к поверхности воды. Экипаж борется за живучесть корабля. Шансы на спасение большие подлодка легла на ровный кель. Спасательные силы быстро прибывают в заданный район, оперативно перекрывают его и приступают к выполнению задач по прямому предназначению. Таким был сценарий прошедшего учения. К счастью, трагические события были условными, однако это нисколько не влияло на работу спасателей, ведь основные работы реально проходили на глубине около 30 метров при очень плохой видимости. Работу также осложняли большая заеленность грунта и подводное течение. Роль аварийной субмарина выполнял стенд-макет, который заблаговременно был выставлен в соответствующем районе боевой подготовки. Схема подобных мероприятий давно отработана. Сначала спасатели судна Георгий Казьмин отправляют на дно необитаемый телеуправляемый подводный аппарат Вену. Там довольно габаритный и тяжелый роботизированный помощник исследует обстановку, находит требуемый объект и передает его координаты на АС-30. После этого за дело принимается экипаж спасательного глубоководного аппарата, который способен под водой развивать скорость до 3,5 узла и опускаться на глубину до 1000 метров. По запасам кислорода и патронов, поглощающихся 2, личный состав может находиться внутри батискафа до 3 суток. Визуальный обзор обеспечивают 3 камеры и 3 иллюминатора. АС-30 очень удачный проект в плане эргономики, прочности и безопасности, рассказывает его командир-капитан-лейтенант Алексей Черемахин. Спектр его применения разнообразный, но основная задача вывод подводников с аварийной субмарины сухим способом. Если работать на глубине до 100 метров, то за сутки можно совершить 3 погружения, за каждое из которых поднят на поверхность до 20 человек. В то время как подводный телеуправляемый робот рыскал по дну, экипаж АС-30 еще в трюме судна-носителя Георгий Казмин готовился к операции. Первым делом военные акванавты-спасатели запустили герой курса-указатель, затем занялись проворачиванием узлов и механизмов батискафа, проверили работоспособность его аппаратуры и главного оружия титановых рук. При всей своей громоздкости и кажущейся неуклюжести манипуляторы под управлением профессионала способны выполнять задачи с очень маленькими предметами с почти филигранной точностью. Но к этому мы вернемся чуть позже. В рамках учения по спасению аварийной подводной лодки глубоководный аппарат АС-30 пробыл под водой в общей сложности около 10 часов. А пока наступило время доставки батискафа на воду, специальная команда судна-спасателя оперативно устроила встречу АС-30 с родной стихией. Стоит отметить, что Георгий Казмин регулярно обеспечивает работу подводных атомоходов, а также выполняет другие задачи в самых разных точках зоны ответственности. Его жизнеспособность обеспечивает экипаж-коллектив крепкий, проверенный временем и различными сложными ситуациями. Специалисты здесь знают свое дело. После серии штатных манипуляций с оборудованием и аппаратурой спасательный глубоководный аппарат, получив добро, отошел от борта Георгия Казмина, отправился в точку погружения и в нормативное время подошел к стейнт-макету. «Сначала я и мой помощник несколько раз отработали посадку на коммингс-площадку, причем разными способами», – комментирует события капитан-лейтенант Алексей Черемахин. «На макет заходили и строго вертикально, и с ходу под углом. Последний способ считается высшим пилотажем и, что самое важное, значительно экономит время и ресурсы. Чтобы достичь такого уровня мастерства, нужны годы тренировок и особое чувство техники, а также инерции. Например, капитан-лейтенанту Черемахину потребовалось для этого около трех лет. И вот спасательный глубоководный аппарат пристыковывается к подводной лодке. После проверки на герметичность и выравнивание давления с субмариной открывается спасательная крышка и входной люк подводной лодки. АС-30 принимает на борт подводников. Конечно же, это примерный и не усложненный дополнительными непредвиденными моментами вариант развития событий. Но, как видно даже по этому сценарию, процесс многоэтапный и небыстрый только на откачку воды уходит около часа. Еще одним этапом учения стала работа АС-30 с Сепроновской выгородкой устройствами и средствами поддержания жизнедеятельности личного состава с аварийной лодки. Здесь на первый план выходит умение командира работать с манипуляторами. Именно титановые руки открывают Эпроновскую выгородку, обеспечивая доступ, в частности, клапанам подачи воздуха высокого давления. Зависнув над макетом, командир глубоководного спасателя умело и уверенно производит все манипуляции. В этот момент все передвижения личного состава только с его разрешения, так как любое перемещение предмета или человека мгновенно сказывается на положении АС-30 в пространстве. К примеру, техник пошел во второй отсок у меня дифферент на корму 7 градусов, комментирует капитан-лейтенант Черемахин. С левого борта переместился на правый у меня крен 1,1,5 градуса. Экипаж не имеет возможности часто тренироваться в реальных условиях в море, поэтому многое личный состав отрабатывает на корабле в Триуме, где стоит спасательный глубоководный аппарат. Для этого созданы все условия, в том числе и для работы с манипуляторами. Чтобы понять, насколько чувствительны и отзывчивы на действия командира Алексея Черемахина огромные, тяжелые руки АС-30, достаточно посмотреть, как эти на первый взгляд нескладные конечности открывают и закрывают миниатюрные навесные замки. Отметим, что в должности командира этого спасательного глубоководного аппарата наш герой с ноября 2017 года, а начинал свою службу выпускник в Мире имени А.С. Попова в 2010 году техником гидроакустиком на атомной подводной лодке. Когда в 2013 году Алексею Черемахину предложили должность помощника командира с ГААС-28, он без колебаний согласился. Во-первых, на этом же аппарате в свое время командиром служил его отец и много интересного рассказывал о работе в гидрокосмосе. В составе экипажа АС-28 Алексей Черемахин успел побывать на боевой службе в Средиземном море, а в 2016 году прибыл на АС-30 помощником командира имени, чем через год уже заступил на командирский мостик. В рамках учения спасательный глубоководный аппарат под его управлением пробыл под водой в общей сложности около 10 часов, лишь изредка всплывая для коррекции местоположения и вентиляции от сэков. Это, конечно, не рекордный показатель, но если учесть, что на борту батискафа температура не поднималась выше 5 градусов, станет понятно, каким трудом спасателям даются поставленные задачи. Но экипаж АС-30, равно как и личный состав Георгия Казмина, подтвердил способность выполнять их на высоком уровне в любой ситуации и обстановке. И дай Бог, чтобы эти задачи всегда были учебными, а ситуации условными. Петропавловск Камчатский Юрий Рассолов, Красная Звезда